Дорогие девушки, женщины, участницы группы, поздравляю вас с праздником, Международным женским днём, 8 марта, днём солидарности трудящихся женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие. Своими корнями праздник уходит в многовековую борьбу женщин за участие в общественной жизни наравне с мужчинами. Мысль о проведении Международного женского дня впервые возникла в начале прошлого века, но ещё в 1857 году, 8 марта, прошёл так называемый марш пустых кастрюль, на который вышли работницы текстильных предприятий Нью-Йорка. Они требовали повышения зарплаты, улучшения условий труда и равноправия женщин. Решение о ежегодном проведении Международного женского дня было принято на Второй международной конференции социалисток в Копенгагене в 1910 году по предложению Клары Цеткин. Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин за свои права, за экономическое, социальное и политическое равноправие. Уже в 1911 году женский день праздновали в нескольких странах Европы, в России в 1913 году в Петербурге. В 1921 году по решению Второй коммунистической женской конференции было решение праздновать Международный женский день 8 марта в память об участии женщин в демонстрации в Петрограде 8 марта, то есть 23 февраля по старому стилю 1917 года, как одном из событий, предшествовавших февральской революции. С 1966 года в СССР Международный женский день стал праздником и нерабочим днем. Советская власть не только провозгласила, но и обеспечила реальное равноправие мужчин и женщин во всех сферах жизни. В городах, на заводах и фабриках, на селе, в поле и на ферме. Женщины наравне с мужчинами осваивали новые профессии и достигали в них совершенства. Наша социалистическая родина в этот день чествовала женщину-труженицу. Дорогие женщины, в этот праздничный день я хочу пожелать вам здоровья, счастья и успехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова